Доброе утро всем! Меня тут встречает на моём столике такая вот розочка. Не нашла ничего лучшего, как поставить её в чашу от блендера. Она у нас огромная, и им сейчас никто не пользуется. Немножко подрезали, и стоит вот такая вот красивая, класс, такая плотная. И вчера я заметила, что это сорт без колючек. У неё нет колючек, у неё просто ровный гладкий ствол. Красивая, такая прям ароматная, классная. Кто-то, я смотрю, подточил мои конфеты, что их здесь уже нету, стояли. Кто бы это мог быть? С утра, конечно, просыпаться мне тяжело. Этот кашель какой-то ещё непроходящий, да, заложенность носа. Я встаю такая с таким хриплым голосом, и под вечер. И пока вот пью таблетки, всё равно мне ещё пока не становится лучше как-то. Всё на месте. Как было, так и есть. Ой, шкаф не закрыла. Ой, вообще ужасно с утра, когда болеешь, простывшую. Не знаю, что такое, очень долго, длительно. Я думаю, что, знаете, вот это из-за того, что холодно здесь постоянно накапливается. Вот этот вот холод, тебе холодно, в квартире холодно, сыро. И вот это вот всё. И получается то, что не может до конца нормально выздороветь. Вот, так что сейчас встаю, иду завтракать, Юрка на курсах, потом принимаю свою таблетку, у меня здесь целая гора. И будем лечиться. Вот, видите, как женщина на этом балконе. И кто там вышла, греется на солнышке. Собака рядом. Класс. У нас такого счастья нет. Так, как и обещала, хочу вам показать поближе наши покупки. Они у меня тут так и стояли, в этом пакете. И сейчас уже новый день, светло, хорошо, можно показать. Начнём, наверное, с этой коробки, огромной, Мулинекс. Сейчас я тут открою всё и вам покажу. Так, вот она наша заветная коробочка. Я давно, кстати, хотела... Опа, чтобы не мешал нам пакет. Давно хотела себе такой прям полноценный блендер, где будет и такой вот венчик, да, для выбивания, и чоппер. Можно готовить много чего. Сделать какие-то смузи, коктейли. И измельчать, там, например, печенье в крошку, когда делаешь какие-то тортики. И орехи можно измельчить. Так, это приклеено. В общем, такая вот здесь насадка. Давайте мы найдём главный. Главный, главный. Инструмент. Вот. Вот так вот он выглядит. Очень тяжёлый. Я скажу прям вообще тяжеленный. Металлический серый. Здесь, я так понимаю, регулируется скорость. Здесь просто кнопочка включения. Здесь кнопочка турбо. Так, вот так вот это дело вставляется. И вот такой он получается очень массивный. Прям тяжеленный. Так, здесь у нас сама чаша. О, кстати, чаша мерная. И вот с таким вот носиком. Прикольно. У меня в предыдущем блендере другая чаша. Здесь такая. Так, и вот деталь. Это сам чокер, да? Так он называется. Здесь уже вставлены ножики. Ну, такой небольшой. Но его как раз что-то измельчить будет хорошо так. И вот так вот получается он сюда вставляется. И все, нажимаем кнопочку и идет процесс там измельчения. Вот. И также есть вот эта деталь. Это венчик. Можно взбивать что-то. Так. Здесь указывается еще вот такая вот деталь. Крепится. Крепится вот так. И потом сюда вставляется уже сам вот этот венчик. Все, нажимаем. Можно взбивать там, я не знаю, какие-то яйца, крем, тесто какое-то неплотное. Такая вот прям штука прикольная. Не знаю, мне очень нравится. Вот такой качественный, кстати. Крутой. Классный. Я давно хотела. Так что, ребята, довольны. 40 евро стоил вот этот вот. Как тут его назвать? Миксер-то не миксер. Блендер, да, наверное. Ну да, мне кажется, блендер. В общем, 40 евро я отдала за этот блендер. Так, давайте покажу, что у нас есть тут дальше. Блендер мы пока оберем. В коробке у нас щетки, насадки, щеки. Еще Юре какой-то пробник тут воды давали. Забыла показать. Какой-то новый. Папа Рабани. Пантом какой-то. Так, и щеки здесь. Давайте посмотрим вот этот вот набор. У нас набор для стрижки волос. Вот видите, брови, волосы в носу, волосы в ушах. Мне кажется, для каждого мужчины такой набор будет очень актуален. Здесь вот идут такие насадочки. Разные, как я понимаю, для стрижки бровей. Вот, и сам аппарат выглядит вот так. Здесь батарейка, кстати, в комплекте. Ну, круто. Можно сразу поставить. Посмотреть. О, заработала. Есть, кстати, еще и фонарик подсвечивает. Сейчас, правда, светло не видно, но вот тут он светит. Прикольно. Без фонарика выключено. И все. Так. Есть несколько насадок. Вот это что для насадки? Это какой-то как-то лиммер. Очень как-то... Мне не нравится. Хотя нормально. Вот такая насадка есть. Ой, блин, слушайте. Моментально убирает волосы. Круто. Вот это, кстати, маленькая насадка. Вон, видите, пушок. Можно подстригать волосы. Когда побрился и остаются какие-то мелкие волосы, которые незаметны, быстренько вот этим триммером, чик-чик, можно это все убрать. Вот эта насадка, насадка основная. Тоже, кстати, мне кажется, как триммер тоже можно что-то убирать. Какие-то волосики. Раз, два. Быстренько. Ой, очень удобно. Кстати, я думаю, что я тоже буду это пользоваться штукой. Очень удобно. Что у нас здесь еще и щеточка в комплекте. И, я так понимаю, это вот насадка. А, это крышечка. Это вот закрывать, с собой возить. И вот все, получается, все эти насадки. Для стрижки бровей эта насадка, для носа и для ушей. В общем, вот этой насадкой нужно брить все. А вот эти, наверное, для бровей. Хотя вот для бровей. Короче, мне кажется, кто на что гораздо. Если вы хоть не хотите застригать прям сильно брови, то можно надеть эту насадку. Надевается. Вот, например, есть круглая. Ой, этот набор стоил, по-моему, 23 евро. Вот, кстати, надели и все. И, получается, уже повыше нужно состригать бровь. Помню, 23 евро. А, нет, 13 евро. 13 евро. 13 евро стоило это наборчик. Я давно хотел, поэтому не вязали. Что-то я тут с ним очень долго провозилась. Давайте покажу еще щеточки. Щетки я прям хотела, прям горела имя. Так, у нас здесь коробка, в которой еще две коробки. Вот так вот это все выглядит. Две щетки. Так, я так понимаю, здесь это все нужно открывать. Я уже хочу вместе с вами это быстрее открыть, чтобы уже начать пользоваться. Первая у нас. Вот такая вот белая-синяя щетка. Кстати, слушайте. А тут, кстати, на садке. По одной в комплекте. А я не знала. Мы тут еще шесть купили. Вот так вот. Ну и что, пускай будут. Ну так, уже на год точно хватит. Этих щеток. Я вообще щетки меняю очень часто. И вам рекомендую. Так как у меня проблемы с горлом. У меня хронический танзелит. Я стараюсь менять часто очень щетки. Да и вообще мне как-то неприятно чистить щеткой. Там, не знаю, год, полгода и тому подобное. Я каждые 2-3 месяца меняю щетки. Все-таки это гигиена. Вот так. И должно быть все как-то, мне кажется, на уровне хорошо. Так, что у нас здесь? У нас здесь написано, какие подходят насадки к этой щетке. Мы взяли вот такие. Cross Action. Здесь, кстати, много-много разных подходят. Так, здесь, я так понимаю, инструкция. Нужно будет подсчитать. И вот так вот выглядит сама щетка. Это блок. Так, как он тут ставится? Вот так. Обычная розетка. Заряжается. Здесь, так понимаю, показывает уровень заряда. Давайте попробуем поставить. Все равно уже хочу ее пользоваться. Поставить эту щеточку. Для чего вот эта резиночка? Это ставится сюда. Да? А потом, получается, ставится вот эта. Вот так. Нет? Как тут нарисовано? Да, но мне непонятно, для чего это резиночка. Она в зарядке работает. Вот так вот движется. Доверка ближе. Приятно. Массирует, массажирует. Слушайте, ну сегодня как раз таки опробуем. Тут горит. Зарядка, наверное, заканчивается. В общем, я сейчас поставлю в заряд. Одну и вторую. Мне очень нравится. Покажка. Буду пробовать, конечно, чистить. Так. Ну вот так вот она будет выглядеть на базе. Очень красиво. В общем, я давно мечтала. Это моя такая давнешняя хотелка. Поэтому я очень-очень рада. Вот такая вот зелененькая щеточка моя. На русском я не нашла инструкцию. Но я же изучаю испанский. Поэтому смогла с легкостью прочитать на испанском. Вот эти вот штучки маленькие. Их нужно было до конца сюда надеть. И получается все такое прям совместное, слитное. То есть нету никаких проплешин здесь. А то как-то я не до конца надела. Вот такая вот щеточка синяя. Вот такая вот зелененькая будет моя. Я прочитала, что нужно заряжать где-то полный заряд 22 часа. И должно хватать на 7 дней. Только загорается красная лампочка. На этой щетке получается, что батареи уже на исходе. Так что сейчас я поставлю всю эту в зарядку. И как только зарядится, будем пользоваться. Забыла вам сказать про цены. Я думаю, всем интересно. Вот такой вот набор из двух щеток. Стол 60 евро. И отдельно вот эти насадки стоили 25 евро. Это если брать 6 штук. Если брать 3 штучки, то стоили 15. То есть получается на 5 евро выгоднее брать сразу 6. Но я даже не знала, что здесь в комплекте идут по одной насадки. Как-то здесь не было написано. Но ничего. Так что такой вот наборчик довольно-таки выгодно брать. Именно сразу две щетки. Потому что одна вот такая вот коробочка, мы смотрели, стоит 40 евро. Тут получается две щетки сразу. В такой пак специаль. Стоит 60 евро. Еще у меня буквально через 2 часа запланировано очередной поход к стоматологу. У меня и Юрки. У нас одно время. Я вот правда не знаю. Там, наверное, у него будет один врач. У меня второй. Вот. И у меня это будет в последний раз. Хочу еще, посмотрели бы мне предыдущую пломбу, которую мне делали. Мне кажется, она немножко высоко стоит. И мне как-то не очень комфортно. Вот. А у Юры, я не знаю, либо это в последний раз будет, либо ему еще нужно будет раз идти. В общем, мы тут пойдем все узнаем. Так что я прям как-то переживаю. Но уже столько сделала. Остался последний рывок. И все. Я наконец-то уже закончила. Там на несколько лет решила свои проблемы. И все, мне кажется, зубами. Ну что, ты готов? Готов. Собрались. В общем, смотрите, я уже в такой куртке. Юра в ковсе. Зонтик взяла. У нас дождь. Какая-то погода вообще похолодала. И вот моя курточка эта пригодилась. Не знаю, что-то мне холодно в Валенсии здесь. Говорю, походу, нам нужно южнее перебираться. Холодно, капец. Ну что, идем к стоматологу. Лечить. Мой последний зуб. А твой Юр? Последний? Нет? Говорит, что тоже последний. Погода отвратительная. Мерзкая. Холодная. Дождливая. Сырая. В квартире сидеть вообще невозможно. Очень холодно. Я уже все отстрелялась. Теперь Юра? Давай, последний рывок. Вперед. Ну что, на улице Семень. Мы уже вышли. Мне сделали 15 минут. Юрке, наверное, минут 20. Ну, короче, очень быстро. Я его подождала. Думала, будет два врача. Не знаю. Либо, может быть, один ушел. В общем, сначала сделали мне, потом ему. Все быстренько. В общем, это была наша последняя процедура посещения. Юрий тоже последний зуб оставался. Тоже убирали кариес. В общем, и мне. Поэтому, фу. Надеюсь, что сейчас тема с этими зубами будет закрыта. Я, наверное, в Инстаграм напишу пост о том, сколько нам это стоило. Потому что у меня в Инстаграме многие спрашивали. Распишу подробнее, как что. Как вообще все прошло. Сколько это стоило. С чего вообще все это начиналось. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылочка есть внизу. Добавляйтесь в друзья. Вот там у меня интересные фотки. Посты полезные. Так что я вас там жду. Так, мы пришли домой. Но я понимаю, что, наверное, подольше схожу на почту. Узнаю, где мои посылки. Потому что мне должны были прийти посылки. И мне вот вчера написала, что они ко мне доставлены. Я спрашиваю. Никто ее не забирал. У меня посылки нет. Где она? Я не понимаю. И стоит статус, что она доставлена. У меня их нет. Хочу сходить на почту. Сейчас узнать. Может быть, мне там что-то скажут. Если ее нету, то буду писать на Алиэкспресс. И открывать спор, делать возврат денег. Потому что в посылке там 5 маленьких посылок. То есть они пакуют в одну. И их нету. А написано, что доставлено. Вот так вот. Так что сейчас на почту узнать. Наша почта. Так, я записала тут на листик данные. Возьми. А? Но. Еще я сказала но. А, но. Ладно. Ну ладно, давай спросим. А как надо? Не знаю. Давай, в общем, это спросим сейчас. 227-й. 227-й? Такая вот почта. Конвертики продаются. Коробочки, пакеты. О, это коробка. Отправить. Велосипед. Короче, не знаю. Говорю, что на почте мне пришла посылка. И мне написано, что она доставлена. То есть я же не первый раз получаю посылку. Но у меня ее нет. У меня уже написано, что должна подтвердиться Алиэкспресс. У меня ее нету день назад. Не знаю. Мы так не доставляем. Короче, говорю, посмотрите по имени и фамилию. По треку. Это не наш трек. По имени и фамилию мы не смотрим. Короче, бла-бла-бла. Что-то начинает объяснять. Короче, я толком нифига не поняла. Поняла, что они не смотрят. Мы так не доставляем. Возможно, почтальон положил в ящик. Я говорю, нету в ящике. Возможно, это. Возможно, какая-то другая компания должна доставить. Показала мне там СФП. Как это так называется. Я говорю, нет. У меня висит статус доставлено. У меня уже висит доставление, но не то, что оно пришло куда-то, а то, что доставлено ко мне. Я не первый раз заказываю посылки. Где она, я не знаю. Что делать, непонятно. У вас как-то смотрят, как что. Я знаю, что. Что? Мы же тогда ходили, мужик смотрел на паспорт, но не знает, что это не смотрит. Тут каждую в свое право. Мы завтра придем с тобой с паспортом и скажем, что подскажите, есть посылки на это имя, и все, паспорт дадим. Неужели они по адресу не могут посмотреть? Ну ты ж когда водишь. Тогда я паспорт давай. Ну ладно, сходим еще раз. Я уже написала, конечно, на Алиэкспресс, что мне там пришло, не пришло. Написано, что пришло, где мои посылки. Сходим потом еще раз. Так, и что у нас на повестке дня? Чтобы было не так плохо и не так больно вспоминать стоматолога, и чтобы забыть про него надолго, сделала нам вот такие вот аппетитные гамбургеры. Котлеты на этот раз куриные. Обычно я делаю свинину, говядину, а тут купили куриные. Вот такие вот получились красавцы. И здесь у нас черемоя. Одна и вторая. Огромная была. Разрезаю на две половинки. Несколько дней она у меня хранится в темном месте, и потом можно кушать, когда она вот такая вот прям мягкая. Безумно вкусно. В общем, приятного аппетита нам. И всем пока-пока.